Материк Австралии Это самый малый из всех материков и самый компактный. Площадь материка 7 миллионов 700 тысяч квадратных километров. Это самый низкий и плоский. Это самый засушливый и самый безлесный, кроме Антарктиды, из всех материков. Здесь для нас очень много необычного. Например, при движении на север становится жарко, а при движении на юг, наоборот, холоднее. Здесь очень много растений и животных, которые можно встретить только на материке Австралии, и они не обитают больше ни на одном из материков. Протяженность Австралии с севера на юг – 3000 километров, с запада на восток – 4000 километров. По отношению к экватору Австралия находится в южном полушарии, а относительно начального меридиана – восточном. Ближе остальных к Австралии расположены крупные острова Океании. На востоке – это Новая Гвинея, отделена Торесовым проливом. На юго-востоке – Новая Зеландия. Остров Тасмания – это отделившаяся часть материка, между ними – Басов пролив. В целом у берегов Австралии почти нет удобных бухт и заливов, и мало островов. На севере глубоко вдается в сушу мелководный залив Карпентария, а на юге – Большой Австралийский залив. Австралию омывают теплые воды Индийского и Тихого океанов. В рельефе Австралии нет высоких горных массивов, так как в основании лежит древняя австралийская плита. Средняя высота над уровнем моря – всего 300 метров. На востоке прибрежная долина отделена от центральной части материка большим водораздельным хребтом, средняя высота которого – около 1200 метров. Хребет протянулся от полуострова Кейп-Йорк на севере до полуострова Виктории на юго-востоке. Части хребта носят названия Плато Нью-Ингленд, Голубые горы и Австралийские Альпы. Самая высокая точка Австралийских Альп – гора Костюшка, 2228 метров. Она является и высочайшей точкой страны и материка. Западная часть континента – огромное плато высотой от 300 до 450 метров над уровнем моря. На Большом Западном плато расположены три австралийские пустыни – Большая Песчаная, Большая Пустыня Виктория и Пустыня Гибсона. Центр страны занимает обширные равнины между Большим водораздельным хребтом и Большим Западным плато. Вдоль южного побережья Австралии протянулась практически безлюдная равнина Нал-Ларбор, имеющая огромное количество пещер и туннелей. Потухшие вулканические кратеры находятся в юго-восточной части страны. Австралия богата всеми основными видами полезных ископаемых, необходимых для развития промышленности и сельского хозяйства. Это нефть, газ и уголь. По запасам золота, алюминиевых, железных, урановых руд и редких металлов Австралия входит в десятку крупнейших стран мира. Австралия лежит в трех климатических поясах – субкваториальном, тропическом и субтропическом. В умеренном климатическом поясе находится только юг острова Тасмания. Большая часть Австралии лежит в тропическом поясе, где преобладает сухой тропический климат. Поэтому Австралия – очень жаркий и засушливый материк. Только восточные склоны Большого водораздельного хребта и прибрежные равнины, которые находятся под влиянием пассатов с Тихого океана и теплого океанического течения, отличаются большим количеством осадков. В субэкваториальной Австралии – дождливое лето и сухая зима. Преобладание засушливого климата на материке определяет бедность поверхностных вод. Все внутренние части материка пустынны, так как большую часть года они безводны. Для этих районов характерна сеть временных пересекающих рек – криков. Крупнейший из них – Купер или Куперскрик. Самая большая речная система Австралии – Мурей с крупным притоком Дарлинг. Эти реки берут начало на Большом водораздельном хребте. Во время дождей река сильно разливается на плоской равнине. Дарлинг в нижнем течении во время засухи пересыхает и распадается на отдельные водоемы. Мурей не пересыхает, но уровень ее резко понижается. Из-за резкого колебания уровня воды на Мурее и Дарлинге судоходство по ним затруднено. Сегодня мы познакомились с вами с особенностями природы материка Австралии. На этом урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok